Еще раз здравствуйте! Сегодня у нас новая онлайн-дискуссия экспертно-аналитического клуба. Спасибо, что присоединились к нам. Сегодня обсудим пандемию коронавируса, инфодемию, какую роль в этом сыграли медиа, в том числе и белорусские. Обсудим фейки и мифы, с которыми в своей практике столкнулись белорусские врачи, а также то, что можно сделать сейчас, чтобы помочь врачам бороться с COVID-19. Меня зовут Наталья Гонтьевская, я представляю пресс-клуб Беларуси и со-модерирую встречу сегодня. Представлю наших спикеров. Мария Авдеева, директор по исследованиям Европейской экспертной ассоциации Украина. Павел Быковский, эксперт проекта по медиаграмотности Media IQ. Анна Барушка, врач-иммунолог. И модератор встречи Вадим Можейко, Белорусский институт стратегических исследований. И буквально несколько орг-моментов, прежде чем перейдем к дискуссии. Встреча состоит из двух частей. Первая часть – это выступления спикеров, вторая – обсуждения и вопросы. Если вы захотите высказаться или прокомментировать что-то, пожалуйста, пишите ваш вопрос или комментарий в чат или поднимайте руку. Для этого выберите соответствующий значок внизу экрана в зуме. Мы ведем запись встречи. Она будет доступна чуть позже на канале пресс-клуба в YouTube. И я чуть позже в процессе сброшу в чат ссылку на наш канал. И напоминаю спикерам и гостям про правила чат-н-хаус. Участники экспертно-аналитического клуба не имеют права разглашать авторство тех или иных мнений за пределами клуба. Но это правило действует у нас по предварительному уведомлению. Если вы хотите что-то сказать, что не должно попасть в запись встречи и не должно цитироваться с вашим именем, пожалуйста, перед такой фразой предупредите. Мы вырежем эту фразу из записи, а остальные гости будут знать, что эту цитату с вашим именем использовать нельзя. И сейчас передаю слово моему коллеге, модератору дискуссии Вадиму Можейко. Вадим, пожалуйста. Спасибо большое, Наталья. И спасибо всем тем, кто к нам присоединился. У нас сегодня такой расширенный экспертный клуб. И не только потому, что мы говорим в том числе о международной тематике, у нас здесь международные гости, но также с нами сегодня наши врачи, наши партнеры сегодня, в том числе Белорусский фонд медицинской солидарности. И у нас от этого фонда также еще сегодня будет один специальный гость, который нам расскажет наш коллега о тех результатах опроса, которые фонд медицинской солидарности проводил у себя в соцсетях по поводу фейков о коронавирусе. Но это будет чуть позже. А пока я хотел бы начать нашу дискуссию с того, чтобы оттолкнуться от более широкого контекста, чем только белорусский. Потому что, глядя на то, что происходит в белорусском информационном поле, на те фейки, которые там распространяются, да, мы видим много таких специфических фейков национальных, связанных с увеличением тракторами и белыми козочками. Но в то же время, очевидно, в Беларусь попадают и фейки какие-то международные. И, может быть, иногда это не столь-таки нарочито смешные вещи, как распространяющие коронавирусные птилоиды. Но иногда это все не так. Может быть, еще видно. И может попадать в Беларусь в том числе и через международные, и через русскоязычное российское информационное пространство. Поэтому я хотел бы тогда передать слово Марии Авдеевой для того, чтобы Мария в том числе рассказала о вот этом более широком контексте и о том, как, в принципе, влияет и российское информационное поле, и какие оттуда впадают фейки. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно быть впервые в белорусском пресс-клубе. Всегда с большим вниманием слежу за вашей работой и стараюсь смотреть в выпуске. Рада сама принять участие. Что касается международного контекста, еще в самом начале развития пандемии Всемирная организация охраны здоровья вела такой термин «инфодемия». То есть речь шла о том, что появилось огромное количество разнообразной информации, как правдивой информации, так и несоответствующей действительности, и дезинформации, и мизинформации. Я позже скажу, чем они отличаются друг от друга, в которые человек просто не мог ориентироваться. То есть когда создалась общая ситуация хаоса, непонимания, растерянности, страха в обществе, не только в национальных обществах, а вообще в мире, и такой огромный объем информации, он не позволял человеку понять, на что же ему ориентироваться, где ему черпать ту информацию, которая является достоверной. И все это создавало очень такую благоприятную среду для того, чтобы в ней размножалась дезинформация, оплодились фейки, и для того, чтобы те страны и организации, люди, которые хотели воспользоваться этой ситуацией хаоса, они могли успешно ею воспользоваться и делали это. И такие страны, для которых ситуация распространения коронавируса стала такой возможностью для того, чтобы решать какие-то свои геополитические вопросы, те, которые, то есть достигать своих целей, использовать это для того, чтобы получить для себя какие-то преференции. Они вот стали успешно эксплуатировать эту тему, сначала как бы развивая и вкидывая различные дезинформационные вещи, фейки плодя, и в дальнейшем это все уже как бы трансформировалось, фейки и дезинформация со временем менялись, менялся общий контекст, и вот сейчас уже большая направленность не собственно на сам коронавирус, а на вакцинацию и все, что связано с вакцинами, потому что в общем-то как бы если с происхождением вируса уже мы видим меньше различной информации, потому что людей уже это не так интересует, то есть в топе сейчас все, что связано с вакцинами, насколько они влияют, опасны ли они и так далее. И это проблема для всех стран, не только для Беларуси, не только для Украины. Процент высокой вакцинации сейчас есть не во многих странах. Я думаю, что дальше там наши врачи больше, более квалифицированно об этом расскажут. Я просто смотрю общую статистику, что все равно процент вакцинированных людей он небольшой относительно, и в Украине, например, он тоже достаточно низкий. И вот вчера я говорила Министерство охраны здоровья для того, чтобы стимулировать людей быстрее вакцинироваться, чтобы стимулировать их соблюдать противоэпидемиологические меры. Опубликовала пост там, где разместила фотографии из ковидных больниц. Может быть, попозже его посмотрим. Там, где видно просто, в каких условиях находятся люди, как им тяжело, как люди лежат под аппаратами искусственного дыхания. Я вот только что зашла на эту страницу, и под страницей там все равно масса постов людей, антивакцинаторов, которые, значит, там же плодят дальше эти теории о том, что, значит, те, которые вы все слышали, фейки и дезинформацию прямо на сайте, на фейсбук странице Министерства охраны здоровья. Вот, поэтому это общая проблема. Это не только в какой-то отдельно взятой стране она существует. Все демократические страны, они сразу стали думать о том, что с этим делать. Потому что не было несколько факторов, которые влияло на эту ситуацию, почему фейки и дезинформация стали быстро распространяться. И это такой был общий вызов. Один из основных факторов, я уже сказала, это то, что общая атмосфера страха, растерянности, непонимания, что нужно делать. Второй фактор – это вынужденное ограничение права и свобод человека. Потому что вспомните, как свободная Европа реагировала на то, что необходимо каким-то образом регулировать обязательность ношения масок, обязательность, например, самоизоляции, еще какие-то обязательные вещи для тех стран и людей, для которых всегда свобода перемещения, свобода делать то, что ты хочешь. Это всегда было приоритетной ценностью. Кроме этого, из-за того, что практически в самом начале свелось к минимуму общение оффлайн, все перешли в онлайн. И это дало возможность очень быстрого распространения такой дезинформации через соцсети. И кроме соцсетей, через мессенджеры. Потому что одной из основных платформ стали мессенджеры. Они позволяют моментально распространять информацию. Это называется, что информация стала виральной, когда она буквально за считанные часы охватывает огромное количество людей благодаря группам в соцсетях, которые фактически никак не модерируются. То есть если социальные сети уже сейчас, то есть они так постепенно ужесточали правила, достаточно жестко модерируют весь контент, связанный с информацией о коронавирусе. Попробуйте запостить что-то, связанное со словом коронавирус в Фейсбуке. У вас сразу такая выпадет плашечка, предупреждение, что этот пост касается пандемии, коронавируса. Значит, по поводу наличия официальной информации, вы можете, например, обратиться на какие-то ресурсы. YouTube блокирует ролики, где теории заговора, антивакцинаторы и прочее. То есть соцсети, может быть, не сразу, но постепенно они пришли к тому, что они начали модерировать этот контент и не давать ему распространяться вирально. В это же время мессенджеры, такие как Viber, Telegram, те, которые распространены больше всего, например, в Украине и в Беларуси, они фактически этот контент никак не модерируют. Это дает возможность бесконтрольно создавать какие-то угодно группы, максимально широко распространять информацию и дальше ее использовать. Если касательно украинского контекста, у нас был очень такой известный случай, новый Санжары-кейс, это когда только началась пандемия коронавируса и из Китая летел один из первых рейсов, который эвакуировал граждан Украины, которые в тот момент находились в Китае, в Украину. И их нужно было где-то изолировать, потому что только все начиналось, никто не понимал еще тесты, тогда еще их не было фактически. То есть искали место, где они должны находиться, выбраны были эти места новые Санжары в Полтавской области. И вот эта ситуация, она была использована для того, чтобы создать, провести информационную операцию. Потом уже выяснилось, что эта информационная операция была связана с группами, каналами и людьми, которые связаны с Российской Федерацией. То есть что произошло? В этот день, когда прилетел рейс и стали людей везти в новые Санжары, появилось несколько групп в Вайбере, которые сразу включили в себя, то есть администраторы этих групп включили в себя население этих новых Санжар. И там стали регулярно появляться посты, которые говорили о том, что к нам сюда везут инфицированных, мы все умрем, значит, они хотят заразить наших детей, завтра здесь никого не будет, и давайте бороться, не дадим им, чтобы они к нам сюда приехали и так далее. То есть такие были там откровенные провокаторы, которые провоцировали людей на то, чтобы они каким-то образом противостояли и вступали в противодействие с полицией, которая туда приехала, чтобы следить за охраной общественного порядка. И, наверное, многие видели эти кадры ужасные, когда автобусы с людьми стали закидывать камнями, потому что фактически с помощью Вайбера, групп Вайбера, удалось настроить людей на то, что они должны физически противостоять тем, кто приехал, ну, то есть кого привезли этим рейсом. И вот эти картинки, они потом облетели очень быстро, и западные медиа, и российская пропаганда их очень успешно использовала. И потом, когда уже расследовали этот кейс, было выяснилось, что люди, которые стояли за администрированием этих каналов, и те, которые фактически постили туда эти сообщения, они также связаны с сетью телеграм-каналов, которая постоянно продвигает пророссийские месседжи. И вот, ну, раз уж я заговорила о России, то, ну, я бы хотела сказать просто пару слов, наверное, не буду уже слишком со временем затягивать, чтобы дать возможность потом лучше еще дальше продолжить. Просто скажу несколько слов о том, почему это выгодно России, почему в контексте дезинформации все говорят о России, то есть не только Украина говорит о том, что это Россия. Например, группа EUVZDESINFO, группа европейского строккома, она провела исследование свое, и по их результатам также они говорят, что основная масса всех дезинформационных сообщений по коронавирусу, она была связана с Россией и каким-то образом оттуда исходила. Почему это было выгодно? Потому что эта ситуация хаоса и неразберихи, она создала благоприятные условия, чтобы продвигать месседж о failed Europe, да, то есть о том, что Европа не справилась с вызовом. И посмотрите, вот вы все время там носились со своим Европейским союзом, а он вот здесь не может справиться с пандемией, вы не помогаете друг другу. Значит, продвигался месседж о том, что вообще это как бы грозит все крахом Евросоюзу. Если вы помните, была такая масковая дипломатия, то есть это когда маски поставлялись в страны, близкие к России, и это все очень обставлялось, ну как это было, как пиар-акции, там, где показывалось, что смотрите, вот Россия своих не бросает, мы помогаем своим как бы сателитам и друзьям, а Европа, значит, не в состоянии помочь тем странам, которые входят в Евросоюз. Ну то есть был такой эксплуатировался стандартный принцип «разделяй и влавствуй», то есть покажи, найди в чем различия, усилий, и максимально эту точку, то есть вбей все время в эту точку, и тогда ты сможешь достичь успеха. Поэтому для того, чтобы в целом создать такую ситуацию хаоса, и продвигались очень разнонаправленные, разносторонние, совершенно противоречивые друг другу теории, при этом они продвигались из государственных российских телеканалов, то есть там были выступления людей, которые на полном серьезе говорили о чипах, о том, что это значит мировая закулиса, которая хочет, вот чтобы вымерло население быстрее там. Ну и разнообразные конспирологические теории, которые набирали там просто миллионы просмотров, и в общем-то это было выгодно для того, чтобы в целом сеять такую ситуацию хаоса, потому что когда ты создал ситуацию информационного хаоса, потом приходит диктор государственного телевидения, ну я утрирую, да, или кто-то, ему гораздо проще сказать, что верьте мне, потому что вы видите тут атмосферу, когда никому верить нельзя, а я тот человек или та группа, или то медиа, которая вот вам расскажет, как вам жить, и поэтому, в общем-то, в этой ситуации хаоса и были заинтересованы те страны, которые и продвигали дезинформацию о коронавирусе, это не только, кстати, Россия, там еще называли, конечно же, и Китай, и Иран в этой связи, но для нашего региона, конечно, основным таким поставщиком этих фейковой дезинформации стала Россия как раз. Я дальше тогда не буду уже отвлекать, а больше лучше тогда позже еще хорошо подключилась. Да, Мария, спасибо, я думаю, еще обязательно поговорим, в том числе про то, как вот там уже начинают говорить про роль визуальной информации и в распространении фейков, и в борьбе с ними, но сейчас бы, да, раз уж так хорошо как разокнули на том, что именно в нашем регионе, да, там, китайское и иранское влияние нас не столько интересует, сколько интересует влияние из российских медиа, и вот я бы хотел передать слово Павелику Буковскому, который как раз, я думаю, я сегодня представляю проект Media IQ, как раз может хорошо поговорить о том, как конкретно это российское влияние, каково оно было на белорусское общество и насколько белорусы, например, смотрели вот эти российские ток-шоу про чипирование, про мировую закулису или каким-то другим образом, и главное, как это все дальше проникало, в числе в сами белорусские медиа, потому что ведь всегда одно дело – это какая-то такая злонамеренная, целенаправленная пропаганда, а другое дело – это те люди, которые, в общем, дальше начинают этот контент вирально распространять совсем необязательно, как-то злонамеренно, может быть, без благих побуждений, чтобы сказать всем это, донести правду про чипирование. Как дальше эти фейки по белорусским медиа распространялись, Павелик, пожалуйста. Ну, нужно отметить, что белорусские зрители смотрели белорусско-российские телеканалы, которые, на самом деле, являются гибридными, но для аудитории воспринимаются как российские. И в начале 2020 года эти телеканалы, такие как РТР, Беларусь, НТВ, Беларусь, ОНТ показывали новости для его канала, и там рассказывалось об ужасах начала волны коронавируса, и одновременно в белорусских новостях, которые были на тех же каналах, а также на полностью белорусских телеканалах, звучала позиция о том, что, ну, наверное, эти страхи преувеличены. То Россия неправильно делает, закрываясь от коронавируса, а Беларусь делает все правильно. Ну, как вы помните, вируса никто не видел, нужно лечиться всякими тракторами, водкой и баней. Важный эффект. Были две картины для белорусов. Была российская картина о том, что есть серьезная опасность, и была картина из белорусской государственной СМИ, где главным вирусологом выступал Александр Лукашенко, который объяснял, что ничего страшного не произошло, что есть истерия на Западе, что есть, вероятно, он на это намекал прямым текстом, заговор фармакомпаний. Ну, то есть, если мы будем перечислять все сюжеты теории заговора, которые были в тот момент озвучены, то это займет очень много времени. Важно, что это действовало довольно странным образом. Белорусские власти скрывали информацию о жертвах коронавируса в Беларуси, ее журналисты добывались с трудом, и эта информация оспаривалась белорусскими властями. Тут были два шага вперед, два шага назад, это все было сложно. Появилось общественное движение, которое пыталось помочь врачам, которые борются с коронавирусом, пытались помочь людям, которые пострадали. И эти автономные движения снизу даже на какое-то время пробились на телеканал. Но потом все-таки их оттуда удалили. Я могу увязать то, что произошла дискредитация надежных источников информации в самом начале этой истории. Потому что белорусским властям нужно было обосновать, почему они правильно поступают, не закрывая ничего, не вводя никаких ограничений. А с другой стороны, попытка контролировать информационное пространство. Но поначалу она была очень неэффективная. Белорусские пропагандисты, особенно на телеканалах, взяли определение Всемирной организации здравоохранения про инфодемию. И наперевес с ним шли, рассказывали о том, что нет достоверных данных, еще не проверили, что такое коронавирус и прочее-прочее. И вот тут важен момент. Вместо настоящих экспертов эти позиции высказывали говорящие головы, которые выдавались за экспертов. Либо это делали люди, находящиеся в административном подчинении, которые, даже если, наверное, имели какое-то отличное мнение от мнения главы государства, они говорили, что позиция занята правилами. И это довольно серьезно могло влиять на восприятие общественного мнения. Что еще мы можем отметить? Один из главных нарративов, который был и остается сейчас в белорусских государственных медиа, это ситуация с коронавирусом находится под контролем. Даже несмотря на то, что слухи, сообщения независимых СМИ, я уже не говорил о том, что публикуют оппоненты власти, показывают, что ситуация явно выходит из-под контроля. И это, опять-таки, два набора сведений. И если в начале эпидемии надеть маску считалось в какой-то мере выбор просвещенного человека, и это было отличие, может быть, даже стилистическое всего лишь, с не очень просвещенным правящим режимом, то сейчас, когда Александр Лукашенко прямо сказал, что зря вы вводили ограничения, прописочил Минздрав и даже МВД, и опять назвал маски намордниками, это уже явно выступает как некоторый акт неповиновения, если человек появляется в общественном месте, в маске. Я не говорю о соблюдении дистанции и тому подобное. В целом в Белауси вводились все-таки ограничительные меры, которые касались прав и свобод граждан, но эти меры были очень специфические. Я напомню, что в начале 2020 года возникли ограничения на посещение читальных залов в библиотек при работе всяких баров, ресторанов, клубов и всего остального спортивных мероприятий. Потом эти ограничения когда-то были сняты. Основное ограничение все-таки осталось. Это во время избирательной кампании были проблемы с официальным проведением массовых мероприятий, которые касались неконтролируемых властями инициатив. А главное, выезд белорусских граждан за границу ограничен якобы со ссылкой на то, что эта мера связана с эпидемией. Если говорить о последних каких-то нарративах, то в августе прошлого года произошла синхронизация белорусской и российской пропагандистских машин, в значительной степени белорусские телеканалы и газеты стали использовать тех же экспертов, которые хвалили русский мир. И эти эксперты, как шутят, переквалифицировались в вирусологов, во-первых. Во-вторых, они стали рассказывать массу каких-то странных вещей в обосновании одобряемой обществом позиции, что не надо вводить ограничения. То есть массовая аудитория все-таки не хочет, чтобы им как-то навязывались какие-то ограничения. Это очевидно, но ответственная позиция все-таки могла бы быть иной. И, среди прочего, белорусская пропаганда подключилась к российской по дискредитации западных вакцин. Вдруг белорусские медиа полностью заимствовали контент о том, что есть много разных побочных эффектов у вакцин, которые были признаны Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки. В то же время они рассказывали о том, что какая замечательная российская вакцина-спутник. У нас было несколько интересных игр, связанных с тем, что Беларусь будет либо производить российский спутник у себя, либо собственную вакцину. Было такое поручение, и даже оно обосновывалось тем, что каждое государство должно иметь собственную вакцину. Это как бы национальная гордость. Сейчас же можно говорить о том, что есть непоследовательность. Иногда в кадре появляются представители Минздрава, которые все-таки рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, рекомендуют мыть руки и носить маски. При этом практически все чиновники своим примером показывают, что маски носить не нужно. А вот если брать последнее совещание с участием Александра Лукашенко, то тут прямо озвучил, что если раньше были попытки его подчиненных проверять с помощью тестов тех, кто приходит к нему на совещание, то теперь якобы этого не делается. Я не знаю, как проверить эту информацию, но само по себе это прямой посыл, что вот я не боюсь и вы не бойтесь. И вот сейчас, когда Александр Лукашенко без масок посещает якобы ковидные палаты в больницах и показывает, что ничего бояться не надо, можно всех успокоить, это тоже определенный посыл. Ну и уже завершая эту тему, на белорусских телеканалах рассказывалось о том, что западные вакцины имеют побочные эффекты, но не говорилось о том, что в целом в мире произведено более 6 миллиардов уколов вакцин, побочные эффекты составляют очень маленький процент. И с точки зрения науки, как это говорят экспертные центры, там где проводилась верификация, что пока еще не установлено, что эти эффекты не имеют причинно-следственную связь с тем, что люди получали вакцины, потому что если белорусские власти в целом стояли на позиции, что от ковида умереть нельзя, можно умереть от его последствий, то сейчас почему-то они поддерживаются косвенным образом, конечно, они не прямо это говорят, но когда эта тема появляется в эфире, то обычно говорят о том, что все-таки есть проблемы с вакцинами, и эти проблемы озвучиваются так, что создается такая картина. Если постсоветские граждане привыкли, что в Советском Союзе очень много есть некачественного, но то, что делается на импорт, с одной стороны, качественное, с другой стороны, то, что мы покупаем из других стран, особенно с Запада, оно качественное, а тут, оказывается, на Западе все такое некачественное, то, может быть, это очень опасно, пользоваться этими вакцинами, и все это вместе вводит в серьезное заблуждение граждан. Но две точки. Есть нежелание признавать ошибки, если говорить о начале работы с предотвращением волны коронавируса, есть желание скрывать размеры ущерба, которые явно присутствуют, и которые журналисты и активисты находят с помощью каких-то косвенных свидетельств и утечек информации. И есть настойчивая вера, которую транслируют чиновники, и Александр Лукашенко лично, что все-таки самое главное, что связано с коронавирусом, это заговор фармкомпаний. И для обоснования этой версии, собственно, ничего не требуется, ее просто достаточно озвучивать. Да, спасибо, Павел. Действительно, кажется, слово непроследовательность совершенно ключевое, потому что видим, что действия государства постоянно друг другу противоречит. И вот, с одной стороны, Ковик справедливо говорит, что если сейчас человек, который после слов Лукашенко про маски, выходит в маски, это выглядит как фронда, а с другой стороны, вроде как формально, наоборот, введено правило, что все обязаны ходить в масках. В этом смысле, конечно, такая просто наглядная противоречия между тем, как они и те же явления воспринимаются в обществе, и как это вроде бы должно быть с точки зрения закона, ну, что, впрочем, неудивительно. Ну и, конечно, да, вот эти все аргументы против западных вакцин, вполне логично, что у человека может сложиться мнение, что раз уж даже западные вакцинки плохие, ну, это уже про нас, что вакцины постсоветские что-то говорить, они, наверное, тем хуже. И, конечно, да, понятно, что все это, очевидно, как-то обосновывается политическими аргументами, но уж точно не научно-медицинскими, что жаль. И поэтому сейчас я как раз хотел бы передать слово Анне, которая, собственно, представив взгляд непосредственно врача, который сталкивается со всем этим, потому что одно дело вот эти фейки, которые мы видим в новостях, и другое дело, насколько люди с этим приходят к врачам на приемы. Я вот сейчас не вижу у Анны включенные камеры. Анна, да, вы вижу, не включает. Поэтому хотел бы спросить, как все это сказывается на конкретных мнениях, позициях пациентов, которые к белорусским врачам приходят сейчас, приходили раньше. И вот когда белорусские пациенты все это воспринимают через медиа, с чем они, собственно, обращаются к врачам? Насколько они подвержены вот этим фейкам, заблуждениям, и насколько они, в принципе, готовы прислушаться к врачевному мнению? Ну и, собственно, как сами врачи находятся в этой ситуации? Поэтому, Анна, пожалуйста, вам слово. Скажем, у меня достаточно специфическая, наверное, выборка пациентов, потому что на данный момент я уехала из страны и не веду какого-то амбулаторного приема, не могу отвечать за то, с чем сталкивается сейчас врач, вот непосредственно видя пациента, который к нему приходит потоком. Но есть определенная группа, круг общения, пациенты, которые обращаются. И, к сожалению, все вот эти моменты, которые перечисляли предыдущие спикеры, они привели к тому, что у людей не сформировалось доверие к вакцинам. То есть вакцинированы, наверное, наиболее грамотные, ну, одни из наиболее грамотных людей, которые подписаны, ну, уже к моменту ковида, уже к моменту, когда развернулась акция вакцинации, они уже были погружены в эту повестку. Вот, и, возможно, поняли, кого стоит слушать, кого не стоит слушать, потому что основная масса населения, мне даже сложно сказать, откуда они брали информацию, насколько на них влияло там вирусные вот эти вот фейки. Но люди, напичканные таким количеством всего того, что мы раньше не видели, то есть тот, кто раньше сталкивался с такими проблемами в вакцинации, это, безусловно, были педиатры, потому что там вакцинация идет регулярно, вакцинация, там, за несколько лет ребенок должен получить несколько десятков вакцин, уколов, вот, и обычный доктор, он с этим, он этого просто не видел. Любой взрослый доктор, ну, максимум, там, прививка от столбняка, а здесь, помимо того, что ты должен объяснить, что вакцинация – это не зло, что вакцинация – это нормально, а ты сталкиваешься, то есть ты еще и сам не знаешь, что такое вакцинация, несмотря на то, что я вроде бы как врач-аллерголог-коммунолог, мне вопросы вакцинации, ну, фактически не приходилось решать, или там вопросы, какие-то реакции на вакцину, это была очень-очень-очень какая-то редкая ситуация в моей практике, вот, а здесь, когда фактически каждый взрослый должен получить вакцину, вопросы возникли почти у всех, вот, и, наверное, еще большая проблема связана с тем, что вакцины «Спутник», например, у них тоже очень сильное влияние общей практики назначения вакцин, такая вот, скажем, советское такое наследие, да, если у тебя там была какая-то аллергия, если у тебя вообще есть какая-либо аллергия, то ты потенциально вообще страшный пациент, для неподходящий для вакцинации, поэтому давайте мы вот включим любые аллергические заболевания на противопоказания к вакцинации, вот, и пусть, пожалуйста, эти пациенты идут к аллергологу и разбирают эти ситуации, хотя тот же американский сайт CDC, Минздрав Америки, можно так сказать, у них нету такого противопоказания, там, ну, и другие производители, они также не включают это противопоказание к вакцинации, а по спутнику это стоит как противопоказание по вакцинации, вот, очень большое количество людей не верит в вакцине, вообще никакой, называют ее, что это как опыты на людях, что это какой-то шмурдяк, я впервые вообще услышала такое слово, обесценивая абсолютно труд ученых, труд клиницистов, вообще людей, которые сколько-либо разбираются в медицине и обзывая ее вот таким словом и говорят, что там вообще непонятно что, здесь сам по себе, сами по себе даже вот производители вакцин, они, ну, может быть, тоже в каком-то плане подкачали, не провели достаточно информационную кампанию, чтобы показать, что наша вакцина, вот я говорю именно о спутнике, потому что, да, у них есть публикация в Ланцете, но она вызвала определенное количество вопросов, да, она еще не признана ВОЗ, поэтому это опять-таки определенное количество вопросов, вот, и, к сожалению, приходится сталкиваться, пришлось сталкиваться с тем, что не вводите в нас непонятно что. Мало того, определенный процент даже врачей, которые, казалось бы, должны в первую очередь разбираться в этих вопросах и в первую очередь должны быть теми, кто погружается в эти вопросы. Здесь, к сожалению, тоже существует большое количество людей, ну, небольшое, но значимое количество людей, которые поддерживают эти мифы, и, к сожалению, есть медики, я не знаю, это врачи, это медсестры, но, по слухам, есть люди, которые выливают вакцины, которые выдают ложные сертификаты о прививках, и это крайне печально, то есть в любых других развитых европейских странах это сразу же считается критерием профнепригодности, и такой человек, это дело расследуется, и такой человек отстраняется от работы, потому что это несовместимо с профессией, то есть ты наносишь людям очевидный вред, ты не имеешь права дальше наносить людям вред, потому что твой основной лозунг со времен доисторических времен — это «не навреди». вот, к сожалению, в постсоветских странах такие случаи известны, я не думаю, что они расследуются, я не думаю, что эти люди отстраняются, наказываются, я думаю, что, к сожалению, они продолжают работать. Хотелось бы надеяться, что они поменяют свою точку зрения, но это не точно. То есть большую роль в антивакцинаторстве играет недостаточная информированность о побочных реакциях, то есть вакцина — это не страшно, ну не побочных, а реакциях на вакцину, что вакцина — это не страшно, что реакция на нее — это серьезные побочные реакции, часто-часто, редко-редко, то есть редкие страшные реакции — это всегда очень-очень большая редкость, они там тысячные доли процентов составляют от количества привитых, какие-то тяжелые реакции, серьезные — это тоже редко, то есть могут быть, да, частые нежелательные реакции в виде головной, в виде боли вместе укола, отечности, максимум какие-то системные головные боли, слабость — это нормально, это проходит, это просто иммунитет работает, и здесь ничего страшного нету, поэтому нужно просто пойти пилиться и быть готовым к встрече с вирусом. Что еще можно сказать про фейки, что хотелось бы видеть хорошие примеры, хорошую инфоповестку со стороны каких-то вот действительно опинин-лидеров, со стороны главы государства, например, как другие, там Макрон несколько дней обещал о том, как вакцины хороши, что вакцинироваться-то надо, это правильно, то есть шла государственная поддержка, или выступление действительно экспертов, тех, кто разбирается в этих вопросах, кто отвечает за регулирование вакцины, что да, вакцины хорошие, вот у нас честная статистика, вот у нас какие-то данные, такого в широком медиапространстве опять-таки не было, и все это создавало, подогревало вот эту вот персистенцию, и подогревает, и продолжает подогревать, и, к сожалению, вот то, чего я боялась, то, что было очень, то, что очень болезненно было себе даже представить, то, что, к сожалению, произошло, это пока у людей не начнут умирать близкие, пока не начнут умирать деревнями, до тех пор, наверное, люди не пойдут вакцинироваться, не пойдут, не признают то, что они ошибались, может быть, там антивакцинаторы, вот как мы видели в первую волну, что антивакцинаторы там погибали, и делали это очень пышно, вот мы примерно то же самое наблюдаем в Беларуси, к сожалению, это провал большой, провал информационный и обусловленный, и отсутствием достаточного освещения, и отсутствием, в том числе, разговоров среди врачей о том, что вакцина – это нормально, вакцина – это хорошо, чтобы, если бы от каждого медика хотя бы шла информация, вакцина – это нормально, вакцина – это хорошо, вакцина защищает, ты не попадешь в реанимацию, ты не умрешь, если ты сделаешь вакцину, то есть это тебя защитит от тяжелого течения инфекции, то тогда можно было бы, наверное, охватить больше людей, но поскольку сами врачи находились в замешательстве, и меня очень поразил пример в прошлом году, когда я еще работала на кафедре, и коллега шел читать занятия, я была удивлена, что он читает какие-то занятия, началась эпидемия, и коллега с соседней кафедры шел на лекцию, я спросила, куда, для кого, он говорит, для врачей, я говорю, ну, конечно же, по ковиду, он говорит, нет, там, по какой-то своей специфической патологии, я говорю, так ковид же ж, он пожал плечами и пошел, то есть в этом плане было очень обидно, что не было какого-то такого цельного понимания, вот у нас ковид, давайте, ребята, мы сейчас будем все становиться действительно ковидологами, мы будем разбираться в том, что такое ковид, мы будем вырабатывать самые грамотные меры, мы будем грамотно об этом говорить, мы справимся все вместе, вот этого не было, и каждый добирает где-то вот на собственном опыте, к сожалению, обрастая там по ходу, какими-то мифами от пациентов и от коллег, и очень большое количество непривитых среди медиков продолжает сохраняться, к сожалению, сейчас уже меньше, но то, что было вот еще в сентябре, в маленьких группках мы проводили опросы, среди коллег, там кто-то среди своих знакомых, большое количество непривитых медиков, сейчас меньше, но все равно, сегодня вот, допустим, у меня были занятия с группой студентов-медиков, 50% группы непривито, 50% группы студентов-медиков пятого курса непривито, то есть для меня это тоже какая-то такая страшная статистика, которая не очень укладывается, ты медик, но ты не готов, ты сам не пошел, не привился, ты собственным примером не можешь показать, что вакцинироваться это нормально, правильно, что это безопасно, и это единственное, что спасет тебя и твоих близких. Ну да, конечно, когда невакцинированный врач будет говорить пациенту о том, что ему самому надо вакцинироваться, конечно, это будет звучать совсем неубедительно, и понятно, что люди логично будут ожидать, что раз своим примером не подаешь такой пример, раз сам не вакцинируешься, значит, что там есть причина не вакцинироваться. Конечно, грустно. Большое спасибо, Анна, что вы сейчас рассказали, я думаю, мы еще обязательно вернемся и продолжим. А сейчас я хотел бы передать слово Анастасии Вилипчик из Русского фонда медицинской солидарности, которая поделится информацией, которую фонд медицинской солидарности собрал в своих соц.итях, спрашивая людей о том, с какими фейками они сталкивались, и, собственно, какие фейки в медицинском сообществе в итоге реально курсируют, что врачи видят, поэтому Анастасия, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. Долго ходить не буду, вокруг да около. Сразу, наверное, приступлю к зачитыванию. Мы пустили в своих соцсетях такой опрос и именно обратились к медикам, чтобы они нам, наши коллеги, рассказали, а что вы слышали вообще от пациентов, какая у них мотивация или антимотивация, чего они боятся, и что говорят по поводу вакцинации. Так вот, я начинаю читать. Значит, очень большое количество таких сообщений из разряда сын, сват, брат, знакомый знает человека, который привился, но умер. Много очень ответов по поводу того, что вакцины не исследованы. Кто-то говорит еще о том, что это заговор фармацевтов. Были такие версии, нас хотят подсадить на вакцинацию, чтобы потом за это мы платили деньги, ну, то есть, я не знаю, как наркотическую зависимость, что ли, развить. Вакцина убивает естественный иммунитет. Опять же, вакцины не прошли испытания, они опасны, и мы являемся подопытными. Опять же, вот сами медики не вакцинируются, потому что знают, что это опасно. Ну, вот тут Анна уже говорила о этой большой проблеме в Беларуси, но тут даже скорее медики не вакцинируются не потому, что знают, что это опасно, а возможно, ну, к сожалению, из-за своей некоторой некомпетентности. После вакцинации не смогу родить. Вакцинация в пандемию невозможна, ну, то есть запрещена. Если всех вакцинировать, то не будет группового иммунитета. От ОРВИ не умирают, умирают именно от вакцинации. С прививкой в организм поступают какие-то частицы вещества, и если с близкого расстояния включить какой-то прибор, он активирует эти вещества, и человек умирает. Ну, это из теории всемирного заговора. Опять же, продолжение. Прививки и ковид — это мировой заговор для уменьшения числа людей на планете. Инициаторы, естественно, Билл Гейтс, Ротшильды, Рокфеллеры, ну и так далее. Врачи заражают людей сами, потому что за работу с ковидными больными им много платят. Ковид — это пророчество Ванги, это было описано в Библии. Вакцины и ковид вызывают гормональный сбой, бесплодие, рак, меняют ДНК, вызывают импотенцию. 5G-вышки распространяют коронавирус. Курильщики меньше болеют коронавирусом. Люди тоже в этом некоторые уверены. Маски нужны только больным. Здоровым они ухудшают здоровье. Человек сделал прививку и умер через 5 минут, через день, через месяц. Это очень частый довод антипрививочников. От прививки можно заразиться коронавирусом. То есть именно сама прививка спровоцирует болезнь. Ну и какие-то нарушения, опять же, репродуктивных функций. Ну вот такие ответы мы получили. Зачитала максимальное количество. Спасибо, Анастасия. Может быть, как-то все это подформируем? Какое стало ваше впечатление? Это какие-то, не знаю, действительно, мы видим это через какие-то медиа, фейки? Или откуда вообще все это рождается? Каким образом оно так попадает в врача? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что согласно абсолютно с каждым словом Анны, вот последнего докладчика, и это просто какая-то боль, я думаю, что все же основная причина – это неведение и незнание. То есть если… Ну, так же часто бывает. Человек идет на операцию, ему предстоит, не знаю, удаление аппендикса. Человек боится, ему страшно, он не понимает, что с ним будет. Но если с ним поговорить, объяснить ему, что такое эта болезнь, какая эта болезнь, к чему она может привести, если ее не лечить, какие существуют методы лечения либо профилактики, что его ждет, какие побочные эффекты вакцинации, если мы про коронавирус говорим, это становится приемлемым. То есть я все-таки верю, что тут нет какого-то одного звена, которое привело к такой ситуации. Тут должна быть такая взаимодобавляющая работа и государство, и общество, которое хочет принимать какие-то новые знания и информацию. И, естественно, медиакомпании, и привлечение инфлюенсеров, блогеров и так далее, распространение правдивой информации и с обратной стороны контроль над распространением ложной информации, которая ничем не подтверждена. Это тоже важно. К сожалению, опять же, вот в интернете, как уже обсуждалось, очень быстро распространяется такая информация, и невозможно ее проконтролировать. Но все-таки, я считаю, необходимо разрабатывать какие-то меры для того, чтобы пресекать такое и наказывать. И еще отдельный пункт, который я хотела бы тоже подчеркнуть, Анна об этом говорила, к сожалению, мы знаем, что в Беларуси можно купить справку о вакцинации, например, и это просто ни в какие рамки не годится. Я согласна с тем, что такие врачи, такие медсестры, кто способны за деньги или не за деньги, выписывать ненастоящую справку о вакцинации, они просто... Ну, там должно быть уголовное наказание. Они, ну, я считаю, таких людей абсолютно некомпетентными. Они не имеют права работать в медицине. Это должно быть тоже наказуемо. Спасибо. А, кстати, вот, может быть, есть информация, а за сколько в Беларуси такие справки продают, плюс-минус? Потому что, я тоже смотрю, в мире есть какие-то разные. То есть, насколько это массово, насколько это доступно среднему белорусу? Насколько массово, не могу сказать, но слышала стоимость 30-35 рублей белорусских. То есть, это 10 евро, да? Ну, да. То есть, это, в принципе, достаточно доступно. Это не какие-то такие забронительные суммы. Если задаться целью, то можно узнать по такому сарафанному радио, кто выпишет такую справку. И еще надо понимать, что такая справка, когда выписывается вакцина, естественно, она куда-то сливается в раковину. Потому что там выписывается какой-то номер, партия и так далее. А сейчас мы видим большой спрос, как-то подрос на китайские вакцины. И просто просмотрев эту ситуацию, мы понимаем, что кто-то себе выписал ложную справочку за 35 рублей, и эта вакцина была уничтожена. А кто-то очень хочет сейчас привиться, и он не может этого сделать. Да, действительно такое грустное сочетание. Наталья? У меня просто есть вопрос, и я вот думаю, могу ли я его сейчас задать, или мы чуточку позже? Мне просто как раз вот к Ане и Анастасии... Анастасии. Ну тогда давайте, думаю, да, мы сейчас, а потом туда мы перейдем. Потом вот как раз, да, Анастасия, вы озвучивали статистику и то, что опрос проводили. И у меня мой вопрос такой, а что вообще в регионах сейчас? Есть ли какая-то информация? Я говорю именно про малые города и про деревни. Есть ли там вообще хоть кто-то, кто мог бы хоть какую-то помощь оказать? Это первое. А второе, есть ли там вообще хоть какие-то вакцины? И знают ли люди про эти вакцины? Ну так, по очереди отвечаю. По состоянию, по районам. Ну опять же, эта информация достаточно субъективной может быть, потому что мы получаем, естественно, не системную какую-то информацию, а отголоски проблем, именно проблем. Естественно, можно сказать точно, что районы Беларуси и Минск, столица, это просто две разные планеты. В некоторых районах сейчас огромные трудности с кислородом и поступали такие сведения, что врачам приходится выбирать, кому и когда дать кислород. И даже были приказы, естественно, устно экономить кислород. Вот. О проведении компьютерной томографии, каких-то биохимических исследований может речь в принципе не стоять. Иногда делают просто общий анализ крови и как бы все, и человек с этим находится в больнице. По поводу вакцинации, ну, я вам скажу, что те, кто интересуется, те, кто хочет найти информацию, он ее, естественно, находит. Он находит и пункты вакцинации. Я знаю, что в районах по фабрикам, по заводам, по предприятиям выезжают бригады медиков, и они прямо на месте вакцинируют. Отлично, просто, ну, хорошая инициатива, супер. Но другой вопрос, какой комплайенс, какая приверженность людей и какими методами убеждают. Опять же, были такие приказы, вы, наверное, видели фотографии в сетях, когда таким методом кнута людей заставляют прививаться, то есть мы вас лишим премии, мы вас уволим и так далее. Но, к сожалению, это наши вот какие-то, я не знаю, постсоветские коммунистические методики. Вместо того, чтобы стимулировать, у нас наказывают. И, к сожалению, я считаю, очень большой урон для информирования белорусского населения привело закрытие независимых СМИ, и особенно Тудбай. Как вы знаете, Тудбай был самой читаемой площадкой, которой доверяли всегда. Ну, Тудбай заслужил свою репутацию 20-летним опытом работы, и просто люди стали недополучать много информации, и Тудбаю они бы верили, я просто это знаю. И, к сожалению, сейчас просто даже негде почитать, даже если хочется. Конкретно я тоже выехала, я нахожусь в Польше, но я просто методом, называется, телефонных переписок, звонков, я убедила своих родственников привиться. У меня родители с прививками, брат у меня болел, но скоро тоже сделают прививку. Мои сестры двоюродные, они все с прививками, ну, просто потому что я на них повлияла. И, опять же, Анна это говорила, если бы каждый доктор на своем рабочем месте, среди своих родственников проводил вот эту работу, то есть привлек бы хотя бы пять человек вакцинации, убедил, что это правильно, это надо, было бы, конечно, гораздо все лучше в Беларуси. Да, спасибо, Анна-Сосия. Анна, можете за что-то еще дополнить по, может быть, по ситуации в регионах, если не то, с чем лично сталкивались, может быть, то, что видели, так, если Анна, да, Анна с нами, может быть, то, что видели, слышали от, в том числе, от своих знакомых, от коллег, какие-то региональные разрезы проблемы. По регионам мне сотруднительно сказать, я то, что сегодня прочитала там в одном чате о ситуации в регионах мне вообще повергло в шок, но это, в принципе, тоже предсказуемая ситуация, что народ просто массово вымирает, там, как была массовая дезинформация у ковиде, точно так же там массовая дезинформация вакцинации. То, что действительно могло бы, я не уверена, что на самом деле мы можем вот так вот взять и поменять население, общество, поменять мнение, поменять какие-то методы, к которым люди привыкли, что вот они работают, да, там, принуждения. В какой-то мере я считаю, что может быть даже такая мера и это и оправданно, потому что других, до другого мы еще так быстро не успели дорасти. Поэтому говорить, что это однозначно плохая мера, но если добросовестно там привили, вакцинировали людей, то хорошо, если даже так вакцинировали. по-другому понимаете, опять-таки, дело в образовании, если бы те бригады, которые выезжают, или там, я вспоминаю начало эпидемии, я вспоминаю начало, когда не было ни в общественном транспорте, вот, например, в Москве, в Киеве, я видела то, что в общественном транспорте очень жестко соблюдаются вообще все мира, абсолютно все мира, вот, что висят какие-то информационные плакаты, даже вот еще там с начала эпидемии, в Киеве я там с мая месяца, в Беларуси вспомнить, когда появились эти плакаты, этого не было, то есть, если бы народ постепенно вообще привыкал к тому, что ковид есть, привыкал к тем мерам, что существуют какие-то меры, которые их могут как-то уберечь, и учился вот доверять там людям, которые призваны защищать, там, администрацию призваны защищать, медики там призваны защищать, да, население от этой эпидемии, то тогда, наверное, было бы проще и с вакцинацией, а когда все это передается там чуть ли не ни шепотом из-под полы и о цифрах не говорят, ни о чем не говорят, население не будет идти и вакцинироваться, потому что это, опять-таки, что-то непонятное, и об этом толком ничего не известно, я понимаю большое сопротивление, большое недоверие людям, которые вообще забыли, когда они в последний раз, я же говорю, кололи там вакцину, если тебя там не укусила никакая не собака, тебе не нужно привыкать от столбняка, то фактически ты не сталкивался вообще с вот этой потребностью вакцинации, и тебе это действительно страшно, любая новая интервенция, любое что-то новое, это вызывает вполне обоснованный страх, и с этим страхом с ним тоже нужно постепенно вести работу, привыкать несколько месяцев, насильственные меры, ну, возможно, в какой-то степени, и точно так же, как и в Китае, помните, в начале эпидемии людей отлавливали сачком, если ты там ковидный, то тебя сачком и там куда-то чуть ли не в пакет заматывают и куда-то там утаскивают, здесь просто нужно принять тот факт, что вот, ну, да, у нас такое общество, у нас нет другого общества, когда у нас проходили занятия, все-таки вернули группы, нет, наверное, еще до того, как прекратились занятия в Академии после дипломного образования, у меня была такая проба с курсантами, с врачами, которые приходили к нам на курсы, я старалась говорить уже позже там о вакцинации, мы создавали вайбер-чаты, я в эти вайбер-чаты, например, закидывала информацию о ковиде, я показывала, вот где брать информацию, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, но, возможно, там, не всем доступен, там, часто я могла поделиться там англоязычными ссылками, на них наиболее своевременная обновляемая информация, опять-таки, тот самый лингвистический барьер, который врач не может преодолеть, я могла это говорить на занятиях, потом, поддержание твоего профессионального уровня, вообще, поддержание своего уровня как профессионала, ты можешь продолжать, ну, фактически быть профессионалом, только развиваясь ногу со временем, а современная медицина говорит на английском, к сожалению, вот, и вот эта вот большая-большая дыра в брешь в том, что врачи очень плохо или не понимают, не знают иностранного, английского, создает большие препятствия к тому, чтобы и там, где-то на местах ты приехал, будь ты, не знаю, хоть в какой-нибудь там глубокой деревне Витебской области, ну, вот у тебя есть компьютер, у тебя есть интернет, у тебя есть там смартфон, с которым ты можешь выйти в интернет и получить своевременную информацию, сколько было, как долго мы ждали вообще какой-то информации, которая появится на сайте Минздрава, там не было ничего про ковид, там не было ничего про эпидемию, в то время, как все остальные сайты, там, не знаю, тот же Фейсбук, да, заходишь в любую соцсеть, у тебя выскакивает там какая-то уже иконка, что вот там ковид, почитайте там-там-то, там-то. Ты заходишь на сайты, которые посвящены здоровью белорусского населения и ты не видишь вот это вот красными буквами большой первой жирной новостной ленты там вот ковид, почитайте о таких-то мероприятиях, защитных о ковиде, поэтому как бы здесь можно было бы доставить в регионы информацию и можно было бы в IT-стране, да, победить ковид легко с меньшими потерями, если бы работали информационные ресурсы хорошо, своевременно профессиональные ресурсы. Что касается того же средств массовой информации, того же тутбая, я первое время, когда видела публикации от тутбая, меня, например, читая то, что происходит в мире и сравнивая то, что пишет тутбай, опять-таки, не видя вот этой информации большими буквами там, ковид, делайте то-то, 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 официальная, грамотная, проверенная какая-то, не знаю, экспертами выбранная информация, там, ну, часто писали такое, что, ну, я просто знаю и по коллегам, и меня трясло, и коллег трясло от того, что вот писал, извините, тутбай, то есть, ну, мы проиграли в информационной войне, в информационном плане, к сожалению, очень сильно, и это очень обидно осознавать, здесь, если бы не было у людей столько страха, были там определенные герои, доктор Мартов, да, когда он появился, вот такой, раз, герой, да, где-то в регионах, где-то вообще непонятно, где, вот человек встал и сказал, да, у нас ковид, да, у нас плохо, да, у нас того нету, да, у нас всего нету, к сожалению, большинство тех людей, которые могли бы что-то говорить, тех людей, на которых и коллеги оглядываются, и смотрят, и ориентируются, к сожалению, эти люди молчали, не говорили, отводили взгляд, и так далее, и это очень больно осознавать, что смелости сказать, что люди умирают, что людям нужна информационная, адекватная, грамотная поддержка и со стороны медиков, и эти медики, они просто должны быть, они должны выступать, они, именно от них должна исходить информация, понимаете, потому что именно они понимают, они там имеют более 10 лет образования, ну, как минимум 7 лет образования, плюс еще там, не знаю, от 5 лет опыта, собственно, то есть ты фактически, имея там за плечами более 10 лет варенья в непрерывном медицине, ты понимаешь вообще-то, что происходит, в отличие от других, кто впервые вообще столкнулся там с инфекцией, с ковидом, для которого медицина как таковая не существовала, может быть, до этого момента, то есть могли бы звучать громче и чаще именно мнение медиков. Ну да, не хватало таких громких смелых голосов, да, но спасибо, поняли эту позицию. Я вижу, вот, да, у Павлюка поднятая рука, но, наверное, перед этим, мы снова перейдем к блоку, связанному с медиа, тем более, сейчас как раз, вот на этот как раз диалог и вышел. Я бы попросил Наталью сейчас продемонстрировать изображение, которое я присылал. Это обложка свежего вчерашнего номера грустно известной Минской правды, пропагандистской газеты, где мы видим просто классический набор разных фейпов пропаганды про то, что в США пустые полки, офисные работники ночуют в палатках, вот, кому выгодно ситуацию с ковидом превратить в пандемию паники, какая-то, значит, карикатура про фашистический польский режим, конспирология про то, что китайцы не находят доказательств американской лунной программы, не понятно, откуда вдруг тут эта конспирология тоже берется, Украина отберут без виз, и среди всего этого, сейчас Наталью попрошу приблизить экран на заголовок Минской правды, и среди всего этого в самом центре мы видим маленькими буквами слова «вакцинируйтесь, берегите себя». Честно говоря, когда на такой обложке я вижу призывы вакцинироваться, я не удивлен, почему люди могут скептически относиться к призывам вакцинироваться и не очень ему доверять. И мне кажется, вот эта обложка такая хорошая иллюстрация того, как, может быть, даже здравые призывы, даже если они есть и появляются в государственных медиа, почему этим призывам люди могут не верить и принимать их в общем просто как часть такой абсурдной пропаганды среди прочего. Поэтому я бы хотел тогда сейчас, когда Павлюк поднимал руку и Павлюку и Марии слово передать и обсудить, что конкретно можно было бы сделать, чтобы переломить этот тренд, переломить эту проблему. Понятно, что нет никаких легких решений и нет такого рецепта, что вот А, Б, С и все станет хорошо и все люди, значит, поверят в научную информацию и не будут на специальные вейки. Ну, что в принципе можно было бы и сделать, чтобы ситуация стала лучше. Павлюк, пожалуйста, и Тамария. Коллеги, медийщики знают, что люди любят и умеют бояться. Страхи вызывают увлечение трафика. Это полезно для медиа. И если бы были основания со ссылкой на каких-то белорусских экспертов рассказывать какие-то ужасы происходящие в Беларуси, о них бы рассказывали. Но административное давление повлияло очень сильно на то, что экспертов было найти почти невозможно. То есть в начале первой волны я пытался вести блог, посвященный разным проблемам, связанным с коронавирусом, и я вот постоянно сталкивался с тем, что эксперта за рубежом я найти могу. Но что происходит в Беларуси? И это было очень сложно сделать. Еще один момент. Ночь темна и полна ужасов. Когда люди боятся, им нужно какое-то простое объяснение, которое даст возможность разобраться, кто прав, кто виноват, где хорошие ребята, где плохие. И одно из простых объяснений, фармкомпании, все выдумано. Ничего этого не происходит, это обычный насморк, не надо бояться. У нас уже были скандалы, связанные со свиным вирусом, с птичьим гриппом, тогда якобы все закончилось само собой. Вне зависимости от того, насколько это научная точка зрения или ненаучная точка зрения, распространена была версия, причем ее распространяли некоторые эксперты, в том числе западные эксперты, что вирусные инфекции имеют свойство превращаться во что-то такое добродушное, они ослабевают, но на самом деле одни инфекции действительно так делают, другие инфекции действуют по-другому, тот же самый вирус иммунодефицита человека или какие-то другие вирусы ничего подобного не сделали. Есть общая тенденция, о которой действительно говорят, что эволюция толкает вирус к тому, чтобы становиться более вирулентным, для того, чтобы ему сохраниться, потому что это эффект выжившего, остается только тот, кто остался, а он был как раз наиболее вирулентным. И тут неважно, люди умирают или не умирают, и тут получается много разных непонятных вещей, которые ни эксперт толком не может объяснить рядовому читателю, ни журналист, журналист по определению дилетант, и журналисты выхватывают только то, что будет лучше кушаться, и это обычное явление. Другое дело, что ответственная редакционная политика, если бы она была, она бы может быть этому как-то препятствует. Второй момент из того, что ночь темна и полна ужасов, кроме простых объяснений, может быть объяснение поведения выбранного как фатализм. Ну, уже ничего не сделаешь, будем жить так, как поведется. А раз ничего не сделаешь, ну, то вот можно и не изолироваться, и маску не одевать, и не вакцинироваться, ну, как-то будем. Ну, и сама по себе рационализация каких-то сложных явлений людьми, которые не изучали эти явления, очень часто работает по бытовой аналогии. И если в каких-то случаях мы знаем, что яблоко от яблони недалеко падает, хотя они всегда так, то в историях, которые более сложны с одной стороны, а с другой стороны, ну, просто они находятся из другой области знаний, которые обыватель не может ежедневно сталкиваться, и они достаточно сложны, получается навязывание стереотипов, которые не отражают реальность. Но они просты, понятны и помогают делать решения. Ну, и последнее, что я хотел сказать, из-за того, что человек, ну, журналист человек, и поэтому по определению дилетант, большинство людей дилетанты в тех областях, в которых они не являются специалистами. И очень часто люди доверяют принятие решения кому-то другому, тому, кого не считают экспертом. Этот эксперт может быть просто лидер мнения, который подскажет, что вот сейчас лучше покупать такой автомобиль или такой автомобиль, ребенка кормить такой молочной смесью или такой молочной смесью. Но вот в данном случае идут серьезные обсуждения с неспециалистами о том, надо ли прививаться, если у меня был COVID такой-то срок, надо ли проверять, какой у меня титр антител и вообще, что это такое, люди, в общем-то, не особенно знают очень часто. И даже есть масса других историй, которые касаются нашего выбора. Мы кому-то доверяем сделать выборы. Вот тут возникает вопрос медиаграмотности, с которой мы, к сожалению, мало успели поработать в мирное время, сейчас с этим работать намного сложнее. И второй момент, сейчас отсутствуют авторитеты среди медиа, на которых можно было бы вот так легко показать пальцем. Вот коллеги обратили внимание, что для многих авторитетом был Тутбай, для кого-то был авторитетом Комсомольская Правда, сейчас они просто недоступны массовой аудитории. И их замещение происходит вот такими изданиями, где возможно общий посыл, который там рассказывается, который там дается, вообще отторгает аудиторию. Ну не может быть издание, которое рассказывает о том, что рептилоиды правят миром, давать правильные советы вакцинироваться или нет. Да, спасибо. Спасибо, Павлю, потому что все-таки еще добавим, что же делать, как способствовать распространению научно-обоснованных знаний о ковиде, потому что да, ситуация, конечно, сложная, найти инфлюенсеров, которые были бы сейчас авторитетными для очень разных частей белорусского общества, сложно, с медиа и, собственно, с каналами доставки любой информационной компании, тоже все сложно, а что в принципе все-таки можно сделать даже в нынешних условиях этих сложных. Есть ли какие-то идеи на этот счет? На самом деле тут остается все та же медиаграмотность, к сожалению, это не очень такой интересный для обсуждения объект, но это навыки, когда человек начинает запоминать, откуда он получил информацию, может ли источник этой информации располагать этой информацией, вообще является ли этот источник авторитетным и тому подобные вещи. И тут даже работа не просто бытовой логики полезна, тут полезен сам по себе алгоритм. Когда вам рассказывают что-то очень эмоциональное и очень страшное, то иногда имеет смысл поинтересоваться, а, собственно, откуда вы это знаете и почему вы считаете, что именно так оно будет развиваться. Это с одной стороны. Но мы в реальной жизни действуем не так. Нам же очень интересно поделиться страхами. Поэтому медиаграмотность. Спасибо. Действительно, медиаграмотность это, конечно, интересный всегда хороший ответ. Я вот тут передам слово Марии. Еще вспомнил еще один фейк про коронавирус, который сейчас не попадал в опросе фондомедицинской солидарности, с которым я столкнулся в своем районном вайбер-чате, где женщина писала, что надо употреблять безглютеновую пищу с низким гликармическим индексом, и тогда все будет в страх с коронавирусом. Аудитория поддержала мои призывы, слушайте, я понимаю, когда вы просто постите, что вы не разбираетесь, тут же это серьезно гроза шевелским жизням, вам самим не страшно, не стыдно. А если правда, кто-то умрет после ваших советов, как оно вам. Ну, конечно, да, такие вот истории личного продвижения гранатности, они все-таки не решают, конечно, никак системные проблемы. Хорошо, Мария, какие еще есть идеи о том, что можно сделать? Может быть, связано не только, потому что мы сейчас погрузились снова и сильно глубоко в белорусскую повестку, в белорусские проблемы, и да, действительно, конечно, по политическим причинам убийства авторитетных независимых медиа в такое коронавирусное время, это явно очень не кстати, помимо всего прочего. Но, может быть, есть какой-то полезный опыт, какие-то советы, исходя из опыта Украины и западных стран, о том, что можно делать, какие можно проводить какие-то компании связанные с предложением все-таки научно обоснованной поддержки по коронавирусу. Да, Павлюк очень хорошо рассказал по тому, все, что касается медиа стандартных в обычном понимании. Я тогда больше остановлюсь на соцсетях, потому что, с чего я начинала, они стали такой одной из основных площадок, где вся эта информация распространяется. По Украине, Украина положительно сейчас отличается от Беларуси тем, что тут можно проводить независимые опросы общественного мнения. И вот я взяла данные последнего опроса. Значит, 80% опрошенных сказали, 80%, что им было известно о том, что неправдивая информация распространяется. И треть этих людей сказала, что они сами эту информацию распространяли. То есть, тоже то, о чем говорилось, что если тебе страшно, ты все равно этой информацией делишься. И мало того, 46% людей в западных областях сейчас говорят о том, что они не хотят вакцинироваться. То есть, это ужасно высокие цифры. И действительно, вопрос о том, что делать, он стоит очень остро и для Украины тоже, потому что у нас тоже очень маленький процент вакцинированных и сложно его поднять. То есть, вакцинировалось, грубо говоря, то количество людей, которые были социально ответственными и изначально хотели вакцинироваться и как-то теперь достучаться до тех, кто этого делать не хотел и сейчас не хочет. А их достаточно много, этих людей. И здесь как раз играет роль в нашем обсуждении то, чего мы не касались эффекта так называемых информационных пузырей, в которых мы все находимся. То есть, мы находимся в окружении людей в соцсетях и там в группах, которые в принципе поддерживали изначально вакцинацию, понимали необходимость ношения масок и все остальное. И мы просто не понимаем, откуда берутся эти люди, которые распространяют эти теории заговора, откуда эти миллионы просмотров, откуда эти конспирологи, потому что мы существуем в разных таких пузырях и между друг другом не пересекаемся. И вопрос по большей мере стоит в том, как достучаться до тех людей, которые не находятся в нашем окружении, с которыми мы прямо не коммуницируем. То есть, как донести до них информацию о том, что делать нужно и пробиться туда. Ну вот, один из таких методов, о которых сегодня тоже говорили и он очень важный, это я его хотела выделить отдельно, это создание положительного нарратива. То есть, достучаться до этих людей, рассказывая им, что есть дезинформация, что есть фейки, достаточно сложно, потому что они просто нас не слушают, они не подписаны на эти каналы, вообще не находятся в своем мире. но положительные истории, они могут играть роль, то есть, положительные истории, о чем я говорю, посмотрите, я вакцинировался, и я здоров, я ношу маску, и у меня все хорошо, и все вокруг меня носят маски, то есть, формирование такого постоянного положительного нарратива, который, в принципе, имеет способность больше распространиться и попасть к тем людям, которым нужно. Потом, что у нас, допустим, на бытовом уровне, что делали, так называемая группа информационной самопомощи, но не знаю, уже перед этим говорили и Алина, и Наталья, о том, что информацию ты передаешь просто своим знакомым, то есть, когда ты в своем круге тех людей, с которыми ты все-таки можешь общаться, ты им говоришь о каких-то положительных примерах, то есть, ты не пытаешься их переубедить, не пытаешься сказать, что чипирование это плохо, потому что они ничему не верят, ты просто им говоришь, что вот а я вакцинировался, вакцинировались мои близкие, и это хорошо, потому что человек хочет сделать то, что делает большинство, и если он видит, что вокруг него есть положительные такие примеры, то с большей долей вероятности он все-таки будет поступать правильно. Тут встает другой такой вопрос, еще то, что я говорила по противодействию дезинформации, ну вот популярно же, как мы говорим, вот есть популярный блогер, там opinion leader, да, или там тот вот, кто имеет большое количество подписчиков, и он пишет пост, что, например, вы знаете, вот вакцинировано всего 13% населения, и это очень плохо, потому-то, и перечисляет аргументы, почему. Так вот, некоторые люди, а их, возможно, большая часть, они прочитают просто начало этого поста, там, где написано, что вакцинировано 13%, и подумают, если вакцинировалось всего 13%, почему должен я, значит, это как бы плохо все-таки на самом деле, и, в общем-то, дальше он читать не будет, поэтому, возможно, такому блогеру и opinion leader стоит сконцентрироваться не на развенчании таких фейков, не на продуцировании контента, который противодействует дезинформации, если мы говорим о вас, аудитории, а опять же, то есть он скажет, что посмотрите, есть положительные примеры борьбы с ковидом, вот они такие-то, такие-то, для этого надо делать такие-то вещи, вот, это как бы одно из направлений, то, что говорил Павлюк, конечно, медиаграмотность, и мы постоянно проводим курсы по этому вопросу, но тут также встает вопрос, что как охватить других людей, потому что люди, которые в принципе слышали что-то об этом, они во многом уже многие эти курсы проходили, об этом знают, вот, тот, кто не хотел этого слышать, он на такие курсы пойдет вряд ли, вот, поэтому, ну, это все еще остается вопросом не только для Украины, а для и других стран, и здесь, конечно, ну, для Беларуси это, как бы сейчас я не вижу, как это возможно, но в принципе, конечно, роль государства была бы очень важна, потому что если вот в Украине к чему мы стремимся, этого идеального, конечно, решения тоже нет, но, как говорится, стратегия одного окна, одного голоса, когда есть одна скоординированная государственная политика, например, по вопросу вакцинации и со всех, значит, государственных каналов, но имеется в виду, не обязательно медиа, а по соцсетям, по ресурсам, которые они имеют, продвигается одна и та же, один и тот же нарратив, одна и та же как бы линия поведения и одни и те же тезисы, и такое, то есть это имеет как бы кумулятивный эффект, накапливается, и в принципе, человек, когда это слышит, как бы, как говорится, из каждого утюга, то он в какой-то момент это на него повлияет. Вот, конечно, в ситуации, когда, вот я в шоке просто от последнего этого интервью, когда президент, как бы, президент говорит, что я буду вакцинироваться только когда будет белорусская вакцина, то, ну, и поэтому до этого времени я вакцинироваться просто не буду, то о чем вообще, ну, можно говорить, о какой в принципе государственной политике, поэтому тут, конечно, для Беларуси, наверное, вот таким, ну, вот методом было бы просто распространение информации человека к человеку, то есть попытки достучаться как-то до близких, донести самим до них какую-то информацию, и, ну, вот то, что там говорили чаты, которые сбрасывают эту информацию, потому что, ну, почему это работает, потому что в целом, так скажем, на постсоветском пространстве люди в принципе мало доверяют государству, то есть те особенно, кто прошел советский какой-то этап или в какой-то степени его застал, они считают, что государство всегда врет, государство, оно вот нас как-то хочет обмануть, вот, и поэтому вообще в принципе мы ничего не верим тому, что государство делает, а вот если мне это сказала моя соседка тетя Клава, то тогда вот я ей поверю, и вы все наверняка помните, я не знаю, насколько это было распространено в Белоруссии, в Украине это была просто массовая такая повальная волна, когда в Вайбере рассылали, что вот моя знакомая живет в Италии или там в Израиле, и вот она точно знает или рецепт борьбы с коронавирусом, или она точно знает, что там вообще какой-то страшный ужас происходит, то есть истории как бы от первого лица о том, что есть какой-то свидетель, который обладает уникальными знаниями о том, либо как надо лечиться, либо вообще какими-то уникальными знаниями, и тогда люди как бы ему верят, потому что просто так устроена человеческая психология. Вот, поэтому вот против таких вот историй можно бороться, так сказать, проводить такими же историями, только положительными. Ну и снова как бы я заканчивая, хотела сказать как бы так немножко подняться о глобальном контексте еще раз, да, то, с чего я начала, о том, что один из таких путей, откуда пришла волна вот этих фейков и дезинформации, это была из российских соцсетей, российских государственных медиа, и сейчас почему это опасно, потому что волна направленная на то, что очернение вакцин других, не спутник Ви, а там Pfizer и Moderna, она же бьет обратно рикошетом, то есть если человеку говорить, что те вакцины плохие от них умирают, почему он обязательно должен поверить, что спутник Ви это хорошая вакцина, то есть он скорее всего будет считать, что все вакцины плохие, и таким образом запуская постоянно такие компании направленные против воображаемого врага в лице коллективного Запада, который ничего хорошего сделать не может и только продуцирует что-то негативное и вакцину они тоже хорошую сделать не могут, то таким образом на русскоговорящем пространстве постоянно циркулирует информация, которая в принципе подрывает доверие ко всей доказательной медицине и надежности того, что в принципе это нужно и важно и вот этот очень такой негативный эффект в общем имеет. В целом наверное это все что я хотела сказать. Мария, спасибо. Сейчас задумался несколько парадоксальный вывод о том, что когда действительно мы видим что Лукашенко и государство не просто не продвигает какой-то цельный нарратив, а наоборот рассказывал Павлюх там совершенно полная организация и подальше. Сбыстрый, или государством СМИ доверяют только 18, а не доверяют 59, то с таким огромным недоверием может быть и очень хорошо, что Лукашенко и государство не разумную информацию, именно ей это люди не будут доверять. Это парадоксальный вывод. Но шутки в сторону, я бы хотел попросить Павлю что-то еще добавить, я попрошу Наталью, у нас есть вопросы в чате, может быть зачитать или дать слово. Я хотела сказать, что Анна Барушка очень давно держит руку, а потом публику. Хорошо, тогда давайте так и делаем. Спасибо большое. Я опять-таки хотела упомянуть про вот эту закрепленную строку в большинстве медиа про ковид, которая появилась в прошлом году. и продолжает держаться сейчас, там обязательно актуальная информация, заходишь на сайт, ну не знаю, фактически любого информационного ресурса, особенно если заходишь на сайт какого-то университета, и там ты получаешь информацию и о вакцинации, и ковиде можешь получить. В Беларуси, на мой взгляд, есть очень мощный ресурс сейчас, это экстремистские каналы, которые, если канал экстремистский, значит он хороший. Если бы вот опять-таки чего мне ну вот прям месяц назад чуть ли не со слезами вот хотелось просить эти все каналы, ну пожалуйста, ребята, давайте вы все просто возьмете и будете делиться действительно достоверной информацией, сделать, не знаю, какой-то закреп в каждом, буквально вот каждый, просто из каждого, как кто-то сказал из предыдущих спикеров, из каждого утюга будет одно и то же, каждый экстремистский канал будет говорить вакцинируйтесь, каждый экстремистский канал будет какие-то вот минимум какой-то такой фейков, опять-таки в спикеров, экспертов там или ссылаться, есть же белые халаты, которые признаны экстремистскими, которые беспрестанно трубят о том, что ребята, все плохо, ребята, люди умирают, ребята, вакцинируйтесь, носите маски, держите дистанцию, то есть вот вот те самые эксперты, которые постоянно об этом говорят, просто у них там ну фактически какой-то там меньше, наверное, 50 тысяч подписчиков, понятно, что они не могут сравниться с тут байпом охвата аудитории, и мало того, есть свой экстремистский лидер, да, я не знаю, сколько там уголовок, не уголовок, у Светланы Тихановской, очень бы хотелось от нее услышать это мнение, очень бы хотелось, чтобы этот человек, который имеет вес, в глазах определенного количества людей, сделал шаг навстречу белорусскому народу, я понимаю, что там хорошо, тихо, спокойно, тебя никто не дергает, что ты не медик, ты не видишь, не следишь за той информацией, которая, вот этой трагедией, которая разворачивается в Беларуси, да, сейчас пандемией ковида, вот, но если ты работаешь на народ в Беларуси, то это сейчас первоочередная задача, сейчас война, именно там, за эти, за эти, за эти кислородные точки, за эти реанимации, просто вот за жизнь элементарная, вот, война с потерями, и нужно обратить внимание именно на тот фронт, я понимаю, что там есть другие повестки, встречи с какими-то политиками и так далее, у которых все хорошо, у которых там большинство населения вакцинировано, но есть и свой народ, у которого, ну, невероятное количество нерешенных сегодня, нерешенных задач, которые, может быть, вы могли бы помочь своим примерам сказать, я вакцинирована, сказать, я ношу маску, сказать, я вот держу дистанцию, чтобы вот этот человек, вот эта публичная персона, она существует, которая может выступить и сказать, вот я есть, я показываю свой пример. Спасибо. Да, спасибо, Анна, я думаю, слышали призыв, действительно интересный. Наверное, прежде чем дать слово Павлюку, вот сейчас Светлана Хелько писала много вопросов в чат, а сейчас пишут, что и скоро придется отключаться, может быть, тогда Наталья, может быть, могли бы сейчас дать слово Светлане Хелько, чтобы, возможно, она озвучилась сегодня так много времени какие-то основные, что она хотела бы спросить. Я спрашивала у Светланы, все-таки будет отключаться, вряд ли она будет голосом. Тогда я могу озвучить ее вопрос. Да, тогда да. Хорошо. Первый вопрос, он достаточно такой объемный, я постараюсь его более четко донести. Вопрос такой. Есть ли в Беларуси статистика по прививкам от сезонной простуды и можно ли каким-то образом эти данные экстраполировать? И, например, что вот от COVID вакцинируются те же люди и в том же количестве, что и от сезонной простуды? Может быть, можно как-то сравнивать эти цифры? И может ли быть такая стратегия вот с надвигающейся волной сезона вот того же гриппа, да, и каким-то образом и продвигать тему COVID-а, каким-то образом это совмещать, может быть, какую-то общую компанию информационную проводить? Потому что вакцина от гриппа, почему-то к ней больше доверия у людей и может быть таким образом через это в том числе прививать доверие к вакцине от коронавируса. Коллеги, ваше мнение? Да, наверное, интересно. Давайте, может быть, сейчас сразу еще какой-то один вопрос про медиа, потому что, да, вопрос про вакцины от гриппа, я думаю, да, тоже потом попросим ответить Анну, чтобы не было подряд одного спикера, чтобы в том числе поговорили и про медиа, и Павлюк руку поднимал. Может быть, тогда у Светланы были вопросы еще связанные с медиа? С медиа вряд ли, скорее, какая еще помощь нужна медикам сейчас, и как гражданское общество может помочь? Возможно, здесь вот через роль медиа, да, как-то, да, немножко активизировать это гражданское общество. Вот. Хорошо, спасибо. Давайте тогда Павлюк и раньше поднимал руку, и вот сейчас прям про медиа по гражданское общество, и потом, одним словом, Аня по поводу вакцинации гриппа, как все это объединить. Ну, я уже вставлю и пять копеек и по этому поводу. Мне кажется, что если кто-то собирал и сможет использовать персональные данные, медицинскую тайну о медицинских операциях, что это одни и те же люди, это будет не совсем укладываться в представление о правовом государстве и действующем законодательстве. Но это мое предположение просто как человека, который этими вещами интересуется. Что касается можно ли устроить медиакомпанию, мне кажется, можно. Другое дело, что ее нужно продумать сознательно, поскольку прививки мы действительно получаем какое-то время в начале жизни и об этом мало помним, но молодые родители они должны помнить. Что касается прививки от гриппа, то на самом деле с одной стороны к ней есть доверие, но не очень большой процент населения прививается. Я бы сказал, что эти вещи нужно обдумать и уже тогда принимать решение. А теперь то, из-за чего я тянул руку, Вадим в такой шутливой форме высказался по поводу позиции Лукашенко и низкого доверия к нему и что это якобы будет хорошо. Это плохо, поскольку речь идет об авторитарном государстве и как только Лукашенко занял такую позицию, все госслужащие закрывают рот. И, соответственно, после этого мы видим, что Лукашенко идет в ковидные палаты без, как он говорит, намордников и все, уже никого нельзя штрафами принудить пользоваться социальной дистанцией и носить маски. более того, это подкрепляет ту пропаганду, которая сегодня у нас присутствует в государственной СМИ. И, в частности, одна из историй заговоров, которые мы сейчас наблюдаем, это интерпретация того, что происходит с Латвией. Помогла ли тебе вакцинация Латвия? Вынуждены закрываться. На самом деле, они вынуждены закрываться, потому что вакцинация была мало охвачена населения. И премьер Латвии просит прощения у тех, кто вакцинировался, что в итоге они пострадают. Но в интерпретации, которая у нас есть, видите, они не могут дать рады с коронавирусом, и они вынуждены закрываться. Вы хотите тоже закрываться? И в итоге получается вообще история, которая нас отдаляет от цели того, чтобы люди приняли осознанное решение и защитили себя с помощью вакцинации. Да, спасибо, Павлёк, конечно, шутки-шутки, мне понятно, что есть серьезный вопрос. Анна, пожалуйста. По поводу вакцинации от гриппа я сделаю как это называется, каминг-ау, да? Если даже существуют такие цифры о том, сколько вакцин в год расходуются в Беларуси по гриппу, сколько вакцин от гриппа расходуется в Беларуси, то, опять-таки, это запрос куда? В официальные органы, да? То есть мы так приблизительно смогли бы там посчитать количество вакцинированных, но это всегда какая-то очень сознательная часть, и очень часто это не медики. То есть если мы говорим, что в ковиде для нас важны как персоны, как примеры это медики, да, люди, которым можно доверять вопросах вакцинации, то здесь медики сами, к сожалению, тоже не являются примером. Большинство медиков не прививаются от гриппа. Я какое-то время тоже не прививалась от гриппа, и хотя нам регулярно предлагали, и бесплатно распространяли, и вывешивали там списки, когда мы идем вакцинироваться коллективом, но не всегда я шла на вакцинацию, у меня вот подруга, ей на работе предлагали французскую вакцину, и вот когда у нее там оказывалась эта свободная доза, потому что кто-то на работе отказался, вот тогда я вакцинировалась. И, конечно же, я вакцинировалась перед тем, как я поехала на стажировку, я должна была поехать на стажировку трехмесячную, и мне абсолютно не хотелось там где-то случайно свалиться с гриппом, и потерять эти бесценные дни, болея, поэтому я, безусловно, чем могла, чем должна была привиться, должна была привиться вакцина от гриппа, поэтому я привилась. Но сказать, чтобы мы были дисциплинированными, то есть медики были дисциплинированными даже в планах, в плане вакцинации от гриппа нет, то, что должны, я это наблюдаю не только среди белорусских коллег, я это наблюдаю даже среди коллег, которые имеют зарубежное образование, там они не на постсоветском пространстве получали образование, а даже там в западных вузах медики, они опять-таки тоже ставят вопрос, действительно ли актуально, нужно, должен ли я участвовать в этом коллективном иммунитете, там прививаться, хотя я там медик, но вот задаются такими вопросами и как-то сказать, подогревают вот это вот недоверие к тому, что вакцинация должна быть массовой. Поэтому с одной стороны, то, что очень страшно и очень пугает, это сочетание и гриппа, и ковида, такие ситуации есть, такие ситуации это однозначно очень тяжело и неблагоприятно для пациентов, поэтому то, о чем говорят западные, американские рекомендации различных минздравов, если у вас есть какая-либо прививка, которые вы должны привиться по календарю сезонной, по нацкалендарю, либо сезонная, предсезонная вакцинация от гриппа, то вы можете и ковид-вакциной, и вакцины от гриппа привиться одновременно в тот же день, даже не разводя, то есть раньше был такой разговор, что вы должны развести эти вакцины, на сегодняшний день нет, не разводите, пожалуйста, вакцинируйтесь одновременно, вот, но я говорю в принципе о культуре, о дисциплинированности вакцинации, вакцинации это то, с чем сталкиваются педиатры, сегодня этим должен владеть каждый доктор, мы просто даже не успеваем за это время наработать такого, как это сказать, компетенции, чтобы каждый доктор говорил, я, например, предыдущие спикеры говорили, я могу убедить своих близких, я не могу убедить своих близких, я им говорила и так, и так, и эдак, и эдак, до кого-то дошло, но может быть другими путями, и проблема того, что у нас коммуникация врач-пациент не преподается как дисциплина, это тоже очень большая проблема, я три года назад ездила на отдельный семинар в Киев по коммуникации врача-пациента, это было за мой собственный счет, потому что я была в этом заинтересована, а не потому, что меня отправили на эти курсы, я знаю, я умею, я умею там бороться с фейками, я знаю, какие найти там правильные подходы в конкретном данном случае, и как переубедить или там как найти комплайенс с пациентом идеальный, это у меня встроенная какая-то опция, вот я вышла из университета, я уже такая готовая к этой коммуникации, нет, я уже сформировала какие-то свои персональные там особенности, мне может быть даже сложно в чем-то коммуницировать, потому что я уже вот так вот общаюсь. Спасибо. у нас поступил вопрос от Ивана Войтовича, я могу озвучить. Есть ли информация о количестве доз вакцины, которые поставлены в нашу страну, Беларусь? Возможно, Лукашенко в кавычках экономит на вакцине, отсюда и вялая информационная компания. Мы уже сегодня вспоминали в том числе эту нехватку китайских вакцин, которые, видимо, за отсутствием доступа к Пайзеру становятся каким-то ассоциацией чего-то лучшего, чем спутник. Но что, в принципе, есть ли у кого-то информация по поводу количества вакцин и насколько хватает тех вакцин, которые есть в Беларуси? Может, Анна, Анастасия или Павлюк, у кого-то есть такая информация? Наверное, ответ в том, что такая информация в принципе доступна. И известно, сколько поставила Россия, известно, сколько произведено в Беларуси, есть, может быть, преувеличения, которыми страдают белорусские чиновники. Известно, сколько поставили китайцы в виде гуманитарной помощи и сколько мы купили у Китая. Другое дело, что, ну, как интерпретировать эти данные и действительно ли эти вакцины были использованы по назначению, действительно ли они распределены там, где они нужны или там, где это будет иметь больше эффект для карьеры. например, Нинск действительно это столица и тут многие вопросы решаются легко, но вот у меня есть знакомые, которые хотели сделать прививку в регионах, им приходилось прилагать для этого очень большие усилия, писать заявление и требовать, хотя, ну, по идее, официально сообщалось, что в конкретном их медицинском учреждении прививки возможны, но для этого нужно было добиваться. Довольно, спасибо. Может быть, что-то хотел бы добавить? Анна? Я бы хотела, у меня нет информации, я не отслеживаю этот момент по поводу количества вакцин, но вот тот момент, который прозвучал какое-то время назад, месяц или чуть больше, о том, что появится, по-моему, Pfizer, завезут его 100 тысяч доз, но Pfizer это нужно две дозы, соответственно, эти две дозы это всего лишь 50 тысяч человек, что такое 50 тысяч человек, когда у тебя не вакцинировано несколько миллионов, не несколько миллионов большинства населения Беларуси. это первый момент, второй момент, вот это вот активная информационная компания, когда кто-то там включился, был проведен опрос, я не хочу вакцинироваться, я бы вакцинировался там, я уже вакцинирован или я там жду импортную вакцину, да, большой процент в каком-то из запросов там чуть ли не 40 процентов было. и вот те люди, которые ждали импортную вакцину, буквально сразу же появилось предложение повезти людей куда-то вакцинироваться там в другие страны, там, туры по вакцинации в Грузию, там, еще куда-то, при этом абсолютно мне кажется, люди не оценивают риски того, что ты куда-то поехал вакцинироваться, но при этом ты сидишь в автобусе или заходишь в самолет, ты сталкиваешься с огромным количеством невакцинированных или, возможно, инфицированных людей, и ты уже сейчас куда-то отправляешься, выходя куда-то из дому в пандемию, ты уже имеешь огромное количество рисков того, чтобы заразиться, не доехав там за этой вакциной, не получив этой дозы вакцины, поэтому, на мой взгляд, использовать тот ресурс, который есть, использовать те вакцины, которые есть, использовать их там, где ты сейчас находишься, это та стратегия, вакцины работают, вот первый лозунг, первый просто слоган, вакцины работают, вакцины есть, они доступны, просто пойди вакцинируйся, вот если бы вот это звучало, наверное, из каждого утюга, то есть проблема не в количестве доз, проблема в желании пойти и просто вот взять эту дозу, ну, может быть, где-то там действительно нет возможности, но навряд ли, ну, с учетом того, что вакцины уже разливаются в Беларуси и количество невакцинированных людей просто огромно, говорить о дефиците вакцин, мне кажется, это как-то, ну, не совсем соответствует реальности, то есть дефицит, не может быть, наверное, на данный момент дефицита вакцин, то есть как-то объяснять политику невакцинирования дефицитом, интересно, конечно, интерпретация, но мне кажется, прям как-то слишком, слишком интересная. Речь не сам по себе дефицит вакцин, они просто распределены в разных местах, есть места, где они недоступны, есть места, где их есть избыток. Ну да, в общем, могут быть различные перекосы и, конечно, если бы мы говорили о такой идеальной ситуации, наверное, было бы хорошо, чтобы чем больше разных вакцин было бы доступно в Беларуси, тем, наверное, было бы лучше в случае вакцинации, может быть, да, может быть, если бы не переломила ситуацию кардинально, но как минимум было бы лучше, и действительно слоган вакцинироваться тем, что доступно, наверное, сейчас, я чаще его слышу, в этом действительно есть большая логика, потому что, наверное, даже отсутствие признания ВОЗ у того же спутника, оно, чем дольше мы с спутником живем, и тем больше людей вакцинируется, наверное, тем больше нивелируется отсутствие вакцинированского признания, но, собственно, признание, ну, тем фактом, что мы не видим каких-то там ужасающих последствий, для тех, кто спутником вакцинировался, и даже если, может быть, даже если, может быть, теоретически, там, Pfizer или AstraZeneca лучше, но выбирать-то надо не из каких-то теоретических вариантов, а из тех, кто практически доступен. я думаю, наше время постепенно подходит к концу, и я бы, наверное, может быть, постарался таком закончить на для меня самого неожиданно позиционном выводе. Вот когда мы сейчас заговорили о вакцинах против сезонного гриппа, уже начинали делать камин-ауты, могу сказать, что я, наверное, практически никогда не вакцинировался против сезонного гриппа, мне казалось, что, в общем, риски от этого гриппа не такие уже большие, и не стоит из-за этого так что-то дополнительно делать. И сейчас, когда там говорилось, что Виктор вакцинировался перед важной поездкой, я вспомнил свои важные поездки, которые у меня были, и которым, прямо скажем, сезонный грипп, то, что я был с ним на ногах, совсем это не помогало, и я подумал, что, может быть, действительно, может, вообще-то постепенно надо теперь мне и от сезонного гриппа вакцинироваться, в конце концов, от коронавируса уже я вакцинируюсь, но тут вакцинироваться. И, конечно, будет такой личный, задумывался, личный вывод. Вряд ли это самый частый вывод во всей истории с коронавирусом и вакцинацией, учитывая эти фейки, которые мы слышали. Но и такие выводы тоже есть, и будем надеяться, что и наша дискуссия в том числе способствовала некоторому распространению позитивной информации. Вот этот нарратив, который говорила Мария про то, что можно продвигать позитивный нарратив, не только негативный, мне тоже кажется, это действительно очень важно. И Андр сегодня для себя еще услышал вот эту, мне кажется, тоже очень важную дискуссию о том, как не хватает, не хватает такого коннекта между врачами и СМИ. И, мне кажется, конечно, важно не выяснять, кто там больше виноват, плохие СМИ, которые не так пишут, или недостаточно смелые врачи. Лучше, наверное, что-то делать. И, думаю, со своей стороны тоже подумаем над тем, как можно эту ситуацию решать. Поэтому, наверное, я тогда о тебе хотел бы сказать спасибо всем тем, кто принимал участие на нашей сегодняшней дискуссии, кто ее впоследствии будет смотреть на YouTube-канале пресс-клуба или на YouTube-канале фонда медицинской солидарности. В общем, все те, кто будут получать информацию и доступ, пожалуйста, давайте, если после сегодняшней дискуссии вы сделали какие-то для себя выводы, давайте будем распространять эту информацию вопреки разным фейкам и будем говорить про важность прививок, а не важность приема безглютеновой пищи против коронавируса. Наверное, еще раз всем спасибо и до новых встреч в эксперт-аналитическом клубе на новых дискуссиях.